Привет! В этом видео я вам покажу очень редкий планшет от финской компании YOLO. Это первый в мире планшет, средство на разработку и выпуск которого собрали методом крауфандинга. Его развитие было на сайте IndieGoGo. Тогда же у планшета был отличный старт. Уже за два часа набралось 380 тысяч долларов. Потом быстро набрали миллион. И в итоге было собрано более 2,2 миллионов долларов. Про этот планшет было много разговоров. Трастет Ревьюз дожидал ему премию лучший планшет на выставке MWC 2015. И вообще этот планшет должен был высоко взлететь, но честно говоря как-то неудачно он взлетел. Таких планшетов было выпущено официально всего 661 штука. То есть по идее у меня сейчас в этой коробке один из этих планшетов. Я купил его за весьма приличную сумму 80 евро. Но мне не жалко было этих денег, ведь это очень редкий планшет и мне давно хотелось его затестить. Кстати, цена на момент анонса была около 200 евро по предзаказу. Планшет был основан на Sailfish OS 2, которую собственно и разработала компания YOLO. Про эту систему я вам уже рассказывал, то есть у меня на канале несколько видео, в том числе про смартфоны от компании YOLO. Сборкой планшетов сама YOLO заниматься не стала, а поручила это некой китайской компании. И все вначале шло хорошо, но вдруг у YOLO возникли трудности в деньгах. Китайцы же успели наделать планшетов для того, чтобы YOLO их перепродавала своим клиентам. Но так как у YOLO деньги кончились, то, как говорится, они попросту не смогли выкупить все планшеты. Китайцам такое дело не понравилось, такое кидалово, у финнов нет денег выкупать их собственные планшеты. Но они забили им склад, делать что-то надо, они начали их переделывать на Android и продавать на китайском рынке. В какой-то момент новость о том, что планшеты на Android появились в Китае под брендом YOLO, дошла и до директора в компании YOLO. Они попросили немедленно прекратить продажу этих планшетов с каким-либо упоминанием о компании YOLO. Я не знаю, как закончилась ситуация, но модель до китайского рынка в какой-то момент была. Там H785 вроде бы какая-то. Ну, у компании было мало денег, но люди-то заплатили за эти планшеты заранее по предзаказам. В итоге компания отгрузила несколько сотен таких планшетов, а потом была вынуждена признать, что попросту не сможет больше их поставлять. Во-первых, китайцы обиделись на задержки по оплате, ну, а во-вторых, у компании и так нет денег, да еще и времени стало не хватать. И выходом стало то, что компания попросту признала проблему и начала возвращать людям деньги. Но так как денег было реально мало, они сперва предложили вернуть половину, а вторую половину как-нибудь потом. Ну, где-нибудь так, через полгода или год они там что-то обещали. А те же, кто урвал хотя бы одну штуку, оказались с реально редким гаджетом на руках. Ну, вот как я сейчас, только я купил подержанный. Но я, тем не менее, чувствую себя реальным счастливчиком, потому что вообще смог его приобрести. Ставь, кстати, лайк, если ты тоже хотел бы такой редкий планшет. Давайте посмотрим на упаковку, сделаем анбоксинг. То есть, вот у нас картонная такая коробка. Сзади, кстати, Design from Finland, Intel Insight заявлено. Открываем коробку, видим сам планшет. Вот. У меня, по идее, сейчас неполная комплектация, потому что предыдущий владелец потерял зарядник и к нему кабель. Они, по идее, могли бы быть здесь, но их нет. Здесь же у нас находится документация, гарантийные обязательства и всё. Но самое главное, что у нас всё-таки остался вот этот вот кусочек картона, на котором подписи всех тех, кто разрабатывал и занимался этим планшетом. Ну, а сзади показано, что и куда подключать. Всё очень просто и понятно. Вот. Давайте рассмотрим сам планшет. Вот. Ну, я бы сказал, конечно, немного унылый дизайн. Закруглённые края, вот так вот по бокам. И планшет, конечно, лучше держать вот именно так. Потому что вот так как бы можно держать, но как-то он не чувствуется. Острые края, пластиковый корпус. Вот. Но хотя сзади у нас... Я вот не знаю, это тоже пластик, да. Вот. В целом всё просто понятно. То есть, получается, сзади у нас логотип Йола. И что интересно, они его крутили и туда, и сюда. То есть, он должен быть то горизонтально, то вертикально. Вот в данном случае у меня вертикально. Я не знаю, это прототип или же всё-таки это уже, как говорится, так и должно быть. Но были варианты, где надпись была вот так вот, горизонтально. Снизу у нас заявлена модель. Это 32 гигабайта. И конкретно это GT1501. Стереодинамики снизу. Сверху у нас основная камера, модуль. Ну, а здесь у нас получается... То есть, гнездо для наушников, качелька громкости, кнопка включения-выключения. И снизу маленький, аккуратный такой логотип Йола. А с другого боку у нас разъём microUSB для зарядки и синхронизации. И также разъём для microSD карточек. Спереди у нас, получается, в углу располагается фронтальная камера. А посредине у нас датчик освещенности. Экран. Давайте включим планшет. Экран у нас здесь 7,85 дюйма размером. Вот. Кстати, сам планшет весит 384 грамма. И толщина корпуса у него 8,3 миллиметра. Что очень, кстати, неплохо для 2015 года. Вот. Никаких подэкранных кнопок у нас нет и быть не должно. Ибо в системе Sailfish всё основано на жестах. Вот. А теперь ещё вернёмся к экрану. То есть, как я уже сказал, 7,85 дюйма. И разрешение у него такое же, как в старых iPad mini 2. То есть, у нас 1536 пикселей на 2048 с соотношением сторон 4 к 3. Вот. IPS-матрица. Мультитач на 10 касаний. Вот. Можно посмотреть углы обзора. Мне нравится, если честно. Всё работает отлично. И в начинке тоже достаточно интересное железо. А именно у нас 4-х ядерный процессор Intel Atom модель Z3735F, который достаточно привычен во многих планшетах на Windows. Базовая частота 1,8 ГГц. И графический ускоритель встроен в процессор HD Graphics. Оперативной памяти 2 ГБ и флеш-памяти 32 ГБ. Но была также модель, где было 64 ГБ. Флеш-памяти. Микро-SD карточки поддерживаются до 128 ГБ. Давайте я сейчас вот так вот положу планшет. Так он привычнее. Из сетевых подключений у нас есть только Wi-Fi. Также есть Bluetooth и GPS-приёмник, совмещенный с GLONASS. И через microUSB есть поддержка от EG. Основная камера тут без вспышки. То есть, вот можно ещё раз посмотреть. Вот. Никакой вспышки нет. И имеет разрешение 5 Мп. И, кстати, снимки вполне ничего. Есть автофокус. Но плохо то, что 5 Мп доступно только при соотношении 4 к 3. А в 16 к 9 только 2 Мп. Видеокамера может снимать Full HD до 60 кадров в секунду. Фронталочка у нас здесь на 2 Мп. Как бы для видеозвонков она тоже подошла бы. То есть, она вот здесь располагается. Но проблема в том, что для этого планшета, точнее, для этой операционной системы, очень мало нормальных приложений, которые поддерживали бы фронталку. Но они есть. Аккумулятор на 4450 мАч. И он вполне долго держит заряд даже сейчас, когда этому планшету уже 4 года. И когда этот планшет был новый, то при включенном экране на максимальной яркости 7-8 часов можно продержаться. Но самое интересное в этом планшете, что делает его уникальным, это операционная система именно Sailfish. Давайте начнем знакомство с ней. Во-первых, она основана на Linux. Интерфейс заточен на работу жестами. То есть, вот так, например, там... Так, нет, не так. А вот так. Например, это режимы работы. То есть, мы можем поменять. Мы вызвали их свайпом. Свайпом сюда. Там события показываются. Ну, а здесь у нас получается основное меню приложений. Вот. Ну, как говорится, она не похожа на iOS или Android. Хотя в Android тоже некоторые функции, такие же, как в YOLO, начали появляться. Но все равно это совсем другая штука. В Sailfish можно запускать, кстати, приложение для Android через виртуальную машину. Вот. Я решил показать вам систему с той точки, как если бы мы ее получили сейчас в 2015 году. Обратите внимание на то, насколько мало здесь приложений. Их значков здесь всего 9. Из которых, как говорится, полноценными приложениями можно назвать лишь половину. Потому что всякие там часы, руководство, магазин, настройки – это, можно сказать, не приложения. Давайте я вам покажу основные фишки этой системы. Во-первых, то есть, у нас нет никаких подэкранных или наэкранных кнопок. И все делается именно свайпами. Это раз, конечно. Вот давайте откроем, например, камеру и сделаем снимок, допустим, нашего стола. Не обращайте внимания на то, что ребит. Это просто на камеру так. Глаза этого не видят. Вот сейчас мы сделали снимок и хотим пройти в галерею. Как это сделает пользователь Sailfish? Вот так. Нет. Вот так свайпом на экран. И получается, мы заново вызываем меню, переходим в галерею, а приложение остается якобы открытым. Теперь мы находимся в галерее. Вот наше фото. Мы хотим его удалить, допустим. Вот это фото. Можно удалить вот так вот. Это якобы такое мини-меню. А можно, например, выбрать это фото сверху. Вот. То есть, здесь у нас получается меню. Вот так вот. И тоже обратите внимание, что удаление начнется через сколько-то там секунд. То есть, у вас есть время, чтобы отменить. Вот этот вот мячик сбоку, это якобы вернуться обратно. Раз. И вернулись обратно. Если мы сейчас хотим вернуться на рабочий стол, опять же, свайп от стороны. И вот так вот мы на рабочем столе. Давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. Давайте, например, зайдем в настройки. Так, настройки. Вот. Тут у нас все точно так же. То есть, настройки. Там мячик нажимаем, обратно возвращаемся. И давайте посмотрим об устройстве. В данном случае у нас сборка 2.0.0.10. Это Сайма. И надо сказать, что обновления для Sailfish приходят до сих пор. И они называются именами финских рек и озер. Вообще, все, что связано с водой. Вот, например, у нас следующее обновление, которое можно скачать, это Moho Yoki. Вот. Но изначально у нас здесь двойка. Я, как ни в следующем видео, покажу, как мы будем этот планшет обновлять, что у нас будет появляться там и так далее. Есть вот поддержка Android. То есть, вот, можно остановить, например. И так далее. У меня уже создана учетная запись. Я пользуюсь этим планшетом. Вот. Теперь, опять же, Swipe. И получается у нас на экране 3 активных приложения. Мы можем еще там запустить, например, какой-нибудь браузер. И он будет уже как четвертое приложение. Опять же, Swipe. И браузер остается открытым. То есть, по идее, эти приложения сейчас остаются активными. То есть, если бы у нас где-то играла музыка, то эта музыка реально играла бы, как говорится, вот в этом приложении. То есть, это приложение не закроется, как, например, YouTube там на Android. То есть, оно реально осталось бы открытым. И вот, например, там что-то обновляется, какая-то информация может поступать и так далее. То есть, любое приложение в системе Sailfish может быть одновременно как отдельной программкой, так и виджетом на рабочем столе. Вот. Что очень интересно. Так. Ну, еще, конечно, хочется сказать, что мы можем ставить приложение как из родного маркета, магазина, надо сказать, приложений. То есть, здесь у нас приложение именно для, как говорится, системы Sailfish. И некоторые приложения там разработаны любителями, некоторые разработаны самой компанией YOLO. Например, калькулятор можно скачать. Вот. Давайте его, кстати, скачаем. То есть, берем так. И менюшка, опять же, сверху, swipe, вот так, установить. Вот. А пока устанавливается, скажу, что да, мы можем ставить приложение для Android, но, увы, Google Play здесь не поддерживается. А мы можем устанавливать их, например, из Яндекса. Вот. Для этого у нас, кстати, опять же, используем мячик. Возвращаемся сюда. Магазины. То есть, вот у нас магазины, получается, Engie Market какой-то, Яндекс.Тор и так далее. Все тоже можно поставить. Ну, понятное дело, что на виртуальной машине все это может, конечно, некорректно работать. Но, в любом случае, очень интересно. Я думаю, что обзор надо заканчивать. Систему более подробно я могу показать в одном из следующих видео. А про этот планшет хочется сказать, что очень интересное начало было. Простой, скромный и строгий дизайн. Очень интересная операционная система. Но вот жалко, не хватило денег на производство и поставки. Желающих купить этот планшет было много. Но в результате люди не получили планшетов, да еще и денег обратно ждали долго. Как бы это так сказать? Планшет к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Печально, конечно, все это, но сама операционная система, она живая. Ее обновляют, и она находит свое место на рынке. Возможно, в будущем выйдут новые планшеты на системе Sailfish. Но, скорее всего, заниматься ими будет кто-то другой. То есть, туда просто будет ставиться операционная система Sailfish. А компания YOLO, она будет именно заниматься только разработкой этой системы. Кстати, в России система Sailfish сейчас известна как Aurora OS. И даже Huawei рассматривала ее как потенциального конкурента Android'у в своих смартфонах. Ну, когда Трамп их немного прессанул. Но это уже совсем другая история. Вообще, система Sailfish сейчас имеет очень, как говорится, серьезные связи в России. Ее даже планируют для школ, для образования, для спецслужб и так далее. То есть, как бы она развивается именно для таких нужд. Самое основное в ней, что она не имеет какой-либо привязки к таким глобальным сервисам, которые находятся, например, в какой-нибудь стране, в США и так далее. То есть, она именно, как говорится, более такая нейтральная система. Ну, а я очень рад, что мне наконец-то попался реально редкий и малосерийный девайс, которых в мире меньше тысячи штук. А на этом говорю вам всем пока. До новых встреч в следующих видео.